Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 30 сентября, погода на нас отыгрывается, вероятно, за хорошее жаркое лето. Вчера весь день был ураган, сейчас выглянула в окно, смотрите, лужи такие, шел ливень, весь день шел дождь. И такие ураганный ветер, что даже страшно было идти в магазин. И несмотря на то, что еще сентябрь, погода у нас установилась уже такая довольно-таки, смотрите, ночные. Вот сейчас в 8 утра у меня 0, ой, сейчас у меня 2 градуса, а когда я встала в 7 часов, в 6.30, было 0. И ночные установились вот 0, минус 1, плюс 1. Короче, все кружится около нуля, то немножко минус, то немножко плюс, но выше не выходит. И вот на сегодня передали 5-7 градусов. Конечно, на улице в огороде в такую температуру очень сложно что-то делать, замерзаешь моментально. И тут, естественно, выручает огород на окне. Нам ведь теперь почти полгода, придется смотреть вот такие унылые пейзажи за окном. Сначала у нас будет вот такие лужи, дождь, потом начнется грязь, снег. Потом у нас завалится угробами, и, возможно, даже вот мало что будет видно. Но тут, конечно, я очень рада, что завела огород на балконе. Я вот включила свет, я в 8 часов вот подхожу, всегда включаю свет. И сразу не важно, какой, видите, какая серость на улице, сразу не важно, какой пейзаж за окном, все становится таким ярким, красочным. Вообще, я подошла, чтобы рассказать, как я использую в тару. В два раза решила использовать вот эту вот тару под ведра. Но тут, открыв пленку, увидела, что у меня пушок, плесень появился. Хочу еще рассказать о плесени. Я уже говорила, что китайцы втянули меня вот в это, увлекли. Я на сайт увидела, какие там томаты в черных ведрах, такие прям все усыпаны. И я уже упоминала, что даже в точно такие черные ведра пошла, купила в магазин. Короче, я купила ведра, я набила их плодородным грунтом, все. Но, так как рассада томатов еще маленькая, я же планирую только к Новому году получить свежие плоды спелые. Но хочу на новогодний стол сделать салат из собственных зимних томатов. Ну и вот. Но не будут же вот эти ведра с прекрасным плодородным свежим грунтом стоять у меня два месяца. Мы знаем, что мы высаживаем, ну как на постоянное место, в возрасте 60 дней рассаду. Ну пусть там 50-60, все равно 40-50 дней не будут же ведра стоять пустыми. И я уже говорила, конечно, нужно как-то их занять. И я решила, показывала даже, что я посеяла редис, сеять буду. Уже посеяла в два захода. Вот первая партия, когда я снимала видео, что можно вырастить в зимнем огороде, я говорила, что я посеяла редиску. Вот у меня редиска такая. Потом, что еще можно посеять? Я посеяла потом еще одну редиску. И можно посеять, конечно, салат. Салат, лук, хоть что. Но сегодня, вот, хотела сказать только про использование вторичной вот этой тары. Сегодня я увидела, когда открыла, вот что у меня пушок. Тут сразу хочу сказать, что при выращивании в огороде на балконе тоже придется за ними следить. А я ведь еще как полностью, ну не осознала, не привыкла, что у меня есть зимний огород, огород на окне. Я их посадила, накрыла, ну и они у меня там как прорастают. Сегодня, когда открыла, увидела, что некоторые уже давно и проросли, и даже пушинки появились. Я ничего специально не покупала, и вот для первого посева использовала. У меня одна пачка валялась, с весны осталась. Вот редис, резинбутер. Так, от всхода до технической спелости 25 дней. Вот я как раз посмотрела, что у него короткий период, месяц, за месяц он может дать урожай. И действительно, он очень быстро, после всхода, очень быстро зелень вот эту свою нарастил, и уже начал завязывать корнеплодики. Но я думаю, что так же подойдет любой. Вот у меня есть там, следующие я посеяла жара и заря, по-моему. Самые-самые простейшие. И для следующих я взяла просто в обычных белых упаковках, ничего страшного. Так, вот здесь у меня, вот тут я посеяла редиску, только позавчера. И про посев редиски я хочу сказать, что если первые, вот первое ведро я сеяла поштучно, то есть я делала вот так по спирали дырочки, взяла ручку шариковую старую, и вот так вот жопкой задницей вот так проделывала дырочки, потом раскладывала. Одно ведро я посеяла так, а потом мне надоело, это очень длительно. Я просто взяла горсть, вот так посеяла, как птиц кормим, а они разлетелись по всей поверхности. Потом этой же ручкой просто вдавила туда на расстоянии 1 см и вот так их закрыла. Все, вот здесь у меня редиски. Но одну редиску кушать не будешь, поэтому я добавила в следующее ведро. Вот этот, видите, написано, салат из Ирландии. Вот это тот самый салат, который я весной в теплицу с подогревом сеяла. Видите, слова не русские, я не знаю. И он вырастает. Тут, конечно, смесь. Семена вот такие вот разные, и как укропин, и как укропин, укропное семя, и как вот эти редиски на семена всякие. В следующее ведро я посеяла салат. По-моему, вот здесь он, да. Но я теперь не могу сказать, я, к сожалению, не подписала. И салат можно сеять обычный наш, я уже говорила. Можно посеять вот этот вот лук-сивок на лук. Все это можно, вот эти наши емкости, тару с приготовленной землей, перед тем, как будем выращивать мы там томаты, можно посеять любую зелень. Земля от этого не истощится. У них очень короткий вегетационный период. Через месяц мы их скушаем, и туда уже пойдут снова помидоры. Но только я хочу новичков предупредить, кто, например, хочет крошечную-крошечную такую плошку какую-то освоить, что-то вырастить. После того, как вы посеете, особенно если вот салат мы сеем поверхностно, почти не прикрывая я сею, я всегда закрываю вот такой пленкой, потому что верхний слой почвы сильно быстро высыхает, особенно если есть у вас отопление централизованное. И семена могут пролежать долго в сухом грунте, поэтому я хорошо поливаю, потом закрываю. Но тут самое главное, из-за чего я сегодня начала снимать, нужно вовремя убрать пленку. Вот смотрите, что у меня случилось. Если бы я сегодня не подошла, не убрала пленку, семена вот эти, хотя высажено все в один день у меня, семена вот эти раньше других взошли. По-моему, вот это ирландский салат. Раньше других взошли, и видите, при закрытой пленке у них уже начались вот эти молодые росточки немного покрываться плесенью, потому что здесь влажно и нет проветривания. Вот я сейчас срочно содрала все эти пленки, чтобы они проветрились. Но тут уже проветривания мало, я сейчас их сбрызну раствором слаборозовой марганцовки, чтобы вот эти вот, видите, пушистики появились. Это уже нехороший знак, это уже переувлажнение, это уже могут сгнить вот эти росточки молодые, если бы я не открыла пленку. Если пленку вы откроете, ой, какие они лохматые, аж колышутся на ветру. Вот это вот молодая плесень, очень красивая, но нам не нужная. Все. Несколько слов вот про огород на окне. Как вы видите, что для того, чтобы вырастить что-то на окне, ну никаких, буквально никаких стараний, никаких умений не нужно. Насыпать земли, разложить семена, полить и ждать урожай. Через месяц, дней через 25, 30, 40, в зависимости от сорта редиски, например, а салат еще раньше у вас поспеет, уже будет готовая продукция. Вот у меня готовая продукция уже будет, наверное, через неделю, дней через 10. Как раз к этому времени у нас выпадет, наверное, снег, потому что уже в сегодняшних прогнозах было сообщение, что будет снег. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это огород на окне. Урожай не за горами.